Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч, сыгранный двумя сильными польскими шашистами. Чемпионом Польши Филиппом Кучевским и шестикратным чемпионом Польши Михалом Яницкий. Играли в бразильские шашки, но, так скажем, партии во многом совпадают с теорией русских шашек, поэтому они для нас представляют несомненный практический интерес. Играли в блиц, то есть контроль времени 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход. Соперником выпал следующий дебют. Летающая шашка. Белая А3 летит на С5, черная Д6 летит на А3. Дебют, я считаю, с небольшой, ну, с инициативой у белых, так скажем. Преимущества нет с инициативой у белых. Ну, белые проводят логичный размен, черные бьют. Ну, и белым лучше сделать двойной размен, чтобы разгрузить, так скажем, свои шашки, чтобы не было окружения со стороны черных. То есть лучше делать двойной размен. Черные играют ЖФ6, белые играют БЦ3. Черные нападают, белые закрываются. И на ход Михаила АЖ7, то есть в первой партии Михаил Иницкий играл черными, белые почему-то ответили ЖФ2. Вот этот ход не совсем логичный, непонятный мне. То есть сильнейшее продолжение за белых в данной позиции все-таки АБ2. Ну, и здесь лучше всего черным размениваться ЕД6. То есть не проходят вот какие-то такие планы, потому что белые играют АЖ3. Но, видите, нападения нету, потому что белые жертвуют шашку. То есть и у черных плохо. То есть как бы они ни били, здесь огромное преимущество у белых. То есть бразильские шашки тем более должны большинство бить. То есть тут вообще у черных проиграно. То есть в этой позиции после размена партия могла продолжаться следующим образом. Белые бы сыграли АЖ3, то есть нападение уже будет плохим. У белых будет огромное преимущество. Ну и черным лучше всего поджаться. Но белые не сразу же играют ЖФ4, так как черные смогут разменяться. Белые сперва играют ЖФ2 именно. То есть на такой ход мы уже просто играем ФЖ5 и выигрываем. Приходится играть АБ6 в этой позиции. Ну и белые сейчас зажимают фланг черных. И затем грозят любопытной жертвой получить преимущество. То есть черные играют БА5 и мы играем ЕФ2. То есть если сейчас черные сыграют, допустим, СБ6, мы грозим отдать шашку. Но в эту сторону бить понятно нельзя. Приходится бить сюда. Затем белые нападают. Ну и у черных проигранная позиция. То есть вот такая жертва. Поэтому черным приходится размениваться. Белые играют ФЖ3. Ну и после хода вынужденного ДЦ7. Все-таки ничья есть за черных. Белые размениваются. Еще раз размениваются. Ну и после хода БЦ7 тут ничья. То есть на такой размен мы играем АБ4. Ну и на ход ЕФ6 играем СД6. Тут проблем у черных нет. Если же белые играют СД4, то черные играют СД6. Ну и белым, наверное, лучше всего провести вот такую разменную комбинацию. И партия могла закончиться ничьей. Но Филипп в этой позиции сыграл не АБ2 сильнейший ход, а ослабляет свое дамочное поле. То есть это нелогичный ход. ЖФ6. Ой, ЖФ2. Ну напомню еще раз, друзья, играли все-таки в Блиц. Михал здесь точно отвечает ЖФ6. И Филипп отвечает АБ2. Здесь Михал точно разменивается. Это сильнейший план за черных. И у черных тут огромное преимущество. Партии белые ошиблись. И Михал мог в этой позиции победить. То есть в этой позиции надо было точно сыграть ЕФ4. Ну и позиция белых плохая. То есть если белые играют, допустим, ФЕ3, мы просто размениваемся вперед. Ну и тут шансов на ничью у белых нет. То есть такого хода нет из-за АБ6. Здесь остается играть только ЕФ2. Ну тогда мы играем ФЖ7. Ну и после нападения размениваемся. У белых остается единственный ход СБ4. Ну мы отдаем одну шашку, забираем две и легко выигрываем. Если же в этой позиции белые не играли ФЕ3, а нападали ФЖ3, ну тогда черные могли сыграть ДЦ7. И вот с помощью такого размена выиграть партию. То есть единственный ход у белых ДЦ5. Черные теперь играют ЖЖ4. Ну и как бы белые здесь не играли, у белых проигранная позиция. Например, СД4, ДЕ7. То есть полностью идет охват позиции белых. Кстати, партия великолепная с точки зрения окружения. Очень красиво здесь черные побеждают. То есть на ЕФ2 мы играем просто СБ6. И на нападение можно разменяться ХЖ3 с выигрышем. А если белая игра от БЦ3, мы просто играем БА5. И на нападение здесь уже закрываемся ХЖ3. Ну и так же легко выигрываем. Михал же в этой позиции сыграл не точно. То есть выигрыш был после ЕФ4. У Михала уже здесь были проблемы со временем. То есть у него был цветнот, он закрылся ЕФ6. Белые играют ФЕ3. Здесь Михал снова мог получить огромное преимущество. То есть можно было сыграть ФЕ7. Ну и здесь у белых снова проблемы. То есть Михал здесь сыграл ДЦ7. И после этого уже белые получили преимущество. То есть белые сыграли ЕФ2. Надо размениваться черным. Белые размениваются. То есть тут все форсировано. Тут не отвернуть. ЖХ4, БЦ3. ФЖ5. Белые напали. Ну и в партии Михал закрылся. Отошел вернее. И после ФЕ3 здесь побеждают именно белые. То есть надо размениваться. Размениваться. Белые также размениваются. Ну и здесь белые легко побеждают. То есть в партии последовало АСЖ3. Белые пошли в дамки. Ну и после размена белые поставили дамку. И через несколько ходов выиграли. То есть в этой позиции тоже вместо ДЦ7 надо было точно пойти ФЕ7. То есть тут в принципе логичный ход. Черные создают ударные колонны. То есть в любой момент могут разменяться при случае. Или сыграть ЕФ4. Ну и здесь были возможны два варианта игры за белых. Но везде у белых плохо. То есть допустим ЕФ4. Тогда мы размениваемся таким образом. Ну и как бы белые здесь не побили. В них плохо. То есть если белые бьют вперед. У черных есть точный ход ДЦ7. Только он выигрывает. Ну и теперь как играть. На нападение мы играем ДЦ7. То есть если белые бьют в эту сторону. Мы бьем именно сюда. Ну и после разменов выясняется, что у черных лишняя шашка. Если же здесь белые играют допустим ЕДА2. Ну мы нападаем. Ну и белым просто некуда ходить. То есть на такой ход мы отдаем 1. И забираем 3. Легко выигрываем. Если здесь белые бьют не вперед, а назад допустим. Ну просто играем ФЕ5. То есть начинается блокада фланга. Мы играем на отсталую шашку Б2. Ну и здесь возможно следующее продолжение. Лучше наверное всего сыграть ФЖ3. Ну и здесь черные выигрывают после хода ЕФ6. То есть на такой ход уже играем просто ФЖ5. Ну и здесь просто некуда ходить. То есть нет ходов просто как играть. То есть а в этой позиции после ФЖ3 самое главное АЖ5 не сыграть. Так как у белых есть такой вот ударчик. Отдали 1. Затем 2. Затем 3. Ну и белые прорываются здесь в дамке. И скорее всего партия закончится ничьей. Да у черных преимущество. Но лучше до этого не доводить. Если же в этой позиции белые не разменивались. Играли допустим ЕФ2. То тут простой выигрыш вообще в один ход. БЦ7. Ну и белым просто некуда ходить. Во второй партии Михал Иницкий играл белыми. Ну и ему приходилось обострять для того, чтобы попытаться выиграть своего сильного соперника. Здесь Филипп сыграл также ЖФ6. Ну и Михал ответил БЦ3. ФЖ5. ФЕ3. И здесь Филипп сыграл ЖХ4. Вот в этой позиции ход ЖФ2 уже кажется логичным как раз. То есть черные увели шашку на Х4. То есть убрали с поля Ж5 связку. И вот здесь как бы за счет того, что у белых нет связки. Как бы уже можно сдвинуть шашку Ж1. Этот ход логичный. Далее в партии последовал АЖ7, АБ2. И черные здесь напали. То есть опять хода ЖФ6 нет из-за ЦБ6 и ФЖ3. То есть приходится нападать. Белые закрываются. И лучше всего здесь сыграть именно ЖФ6. То есть не трогать шашки на своем правом фланге. Здесь у белых в принципе есть много планов игры. То есть можно и ДЦ3 сыграть. Можно даже вот таким образом сыграть. Но все-таки Михал выбирает сильнейший план ФЕ5. Черные уходят на фланг. И белые играют БЦ3. Ну у черных единственный ход остается. БА5. Но он неплохой. В этой позиции надо было размениваться. Назад. Ну и партия могла закончиться следующим образом. У белых преимущество. Но оно недостаточно для победы. То есть черные бы сыграли БЦ7. Лучший вариант. Лучше здесь играть ЕД4. Ну и после того, как черные выигрывают шашку. Белые ее отыгрывают. Но здесь у белых также недостаточно преимущества для победы. То есть лучше всего пойти ЖР4. Ну и допустим после БЦ3. Черные играют ДЕ7. Белые играют ДЕ3. Ну и на ход СБ6 временно жертвуют шашку и нападают. Позиция черных выглядит плохой. Но ничья все же находится. Играем СБ4. Белые бьют. Ну и после размена, видите, мы грозим поймать дамку белых. Поэтому приходится жертвовать. Белые отыгрывают шашку. Ну и черные играют ЕД2. Здесь позиция ничейная. Допустим напали. Можно даже сюда поставить дамку. Допустим закрылись. Ну и белые не успевают выиграть. Тут уже белым самим надо отдавать шашки. И занимать большую дорогу с ничьей. То есть в этой позиции надо было все-таки играть СБ4. Это единственный ход. Михал здесь попытался обострить игру и сыграл ЕД6. То есть надо как-то выигрывать. Понятно, что в продемонстрированном варианте трудно выиграть за белых. Здесь Филипп Кучевский уже также находился в цейкноте. То есть Филипп отвечает точно сперва ЕФ6. Ну и после размена здесь был выигрыш у черных. То есть, ну понятно, нельзя играть ДЦ7 из-за ЕФ4. И у черных практически проигранная позиция. Это Филипп увидел. То есть он сыграл в этой позиции ДЕ7. Это упускает выигрыш. То есть надо было здесь нападать именно ЖФ4. Ну и после того, как белые отходят, теперь мы нападаем ДЦ7. Ну и как бы белые не играли, у них проиграно. То есть если белые играют ФЕ5, мы играем АЖ5. Ну и после размена бьем вот таким образом именно. Белым надо отходить. И черные вот таким ударом каблуком типичным выигрывают шашку, а с ней партию. Если же в этой позиции белые, допустим, играли таким образом, ну просто бьем шашку, черные бьют, белые бьют две, вернее черные бьют две, белые бьют одну. Ну и после нападения выясняется, что у черных уже две лишних шашки. Да, у них немножко ослаблен их фланг, но за счет обладания двумя лишними шашками черные здесь побеждают. То есть в этой позиции все-таки был выигрыш именно после хода ЖС4. После хода ДЕ7 в бразильские шашки у черных еще есть ничья, в русские он проигрывает. То есть белые играют ЖС4, ну и после вынужденного ЖС4 нападаем по центру, надо отходить, и белые играют ЕС6. То есть в русские шашки после хода БЦ7 мы просто бьем на поле Б8, ну и легко выигрываем эту позицию. А в бразильские белые вынуждены бить таким образом, причем шашка не становится дамкой, она здесь остается шашкой по правилам бразильских шашек. Ну и после того, как происходят размены, выясняется, что позиция все-таки ничейная. То есть на такой ход есть размен, поэтому здесь Михаил сыграл ЕС4. Ну и тут есть интересная ловушка. Черные разменялись, белые играют ДЕ3, черные АБ6 и белые играют ЕД4. То есть кажется, что у черных преимущество, хочется сыграть ДЦ5, ну и после того, как белые отойдут, черные сыграют СД4. Да, в русские шашки именно так и нужно играть, но в бразильские шашки здесь есть удар. То есть белые отдают ДЕ2, ну и по правилам бразильских шашек, черные обязаны бить большинство. И здесь выигрывают уже белые. Поэтому в этой позиции Филипп Кучевский увидел эту ловушку и правильно сыграл АЖ3. Белые закрываются, черные отходят, белые нападают. Единственные ходы, все форсировано. Ну и после размена здесь Михал предложил своему сопернику ничью и она была принята. Ну то есть после хода ФЕ5 эта позиция ничейная, можно отдать шашку, ну и идти в дамки. Обе стороны достигают ничей. Оба соперника играли интересно, то есть не безошибочно, но так скажем в партиях присутствовала острота. Мне партии понравилось. Друзья, если вам понравился вот этот видеоразбор партий чемпионов Польши, то пожалуйста поставьте большой палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, если вам что-либо не ясно. Также в описании этого ролика и в комментариях оставлю ссылочку на канал Михала Яницкий. То есть у него свой канал, мы с ним как-то играли даже матч и в русский, и в бразильский стоклеточные шашки. То есть в бразильские шашки Михал меня, что называется, разорвал. По-моему ни одной партии я не выиграл в бразильские шашки у Михала. А в русские все-таки посильнее оказался я. Друзья, до свидания, увидимся на шашечных баталиях. Да, сегодня еще выйдет видео о штучке Кукуева и поздравления с Рождеством Христовым. Так что еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok